...777 компании «Элян». Мы совершаем рейс из аэропорта Борисполь в город Тель-Авив, аэропорт Бен-Гурион. Наш полет длится 168 часов и 13 минут. Итак... Аплодисменты, бурные аплодисменты. У нас креативили, креативили, и предлагаю вашему вниманию верх нашего креатива. Итак, друзья, как мы называемся? Три, четыре. Я Вадим Анашин. Аплодисменты. Это наш герой. А еще у нас есть девиз нашей куцы. Три, четыре. Мы красоклассные, самые прекрасные. Но это еще не все. Сюрприз. Так, вы готовы? Да. Наш любимый танец. Внимание. Опа, Гангинска! Опа, Гангинска! Опа, Гангинска! Опа! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А ребята заводные, любим маму, папу, всех, и всегда нас ждет успех. И наш девиз – с криогеном по жизни! С криогеном по жизни! АПЛОДИСМЕНТЫ Начать мне хотелось с того, что Телевев – это очень веселый город, поэтому на кимае там не будет. АПЛОДИСМЕНТЫ А я победила, но на меня даже никто не смотрит. АПЛОДИСМЕНТЫ Я решила на асфальте с белым-белым словом «пать». Телевев – это не Барабашова. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ КОНЕЦ так, семья Илландская, вы просили, папарацци идите сюда, вы тоже сюда, папарацци идите сюда Слава, Дану, Дану, Дану Мы из Ласки, молодцы, любим, блюда и мальцы Вот видите, какая дружная семья Илландская Правда? У нас дружная семья Не, я не слышу, это мы репетируем Ну, а так как мы илландские, мы приехали, куда мы приехали, у нас сегодня Тель-Авив, да? Ну, вы же знаете, что такое Тель-Авив Вы знаете, что такое Тель-Авив? А, так мы вам расскажем, что такое Тель-Авив Правда, расскажем? Да Правда, расскажем, я не слышу Да Вот это семья, вот это, о, любимые дорогие Так, итак, что такое Тель-Авив? Мы вам покажем на примере, у нас сейчас будет сценка Так, где у нас тут семья-эскурсовод? Так, где у нас тут семья-эскурсовод? Мы ходим по Тель-Авиву, захотели что? Кушать и есть Подождите, подождите, дорогие, вы знаете, у нас Тель-Авив такой красивый город, такой красивый Мы вам все покажем, расскажем, вы все увидите, все Потому что Тель-Авив, это же Тель-Авив Вы знаете, что такое Тель-Авив? Тель-Авив Нет? Мы вас познакомим Итак, самая большая достопримечательность Тель-Авива, как вы думаете, что? Как вы думаете, что? Я тоже не знаю Будем, будем, будем узнавать Вы знаете, у нас есть старейшина, который работает экскурсоводом в одном очень красивом, но маленьком здании Говорят, что это здание сыграло очень важную роль в жизни государства Израиля Вот, я там еще никогда не был, поэтому мы сейчас с вами идем знакомиться к вот этому достопримечательности Вот, и у нас есть тут старейшина, который нам расскажет о здании, в котором была подписана декларация Вы знаете, что такое декларация? Да 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 А вы откуда приехали? Мы с Адьясом О, это очень приятно А-а-а, через Иоанн А через Иоанн По рому А вы знаете, почему Тель-Авив называется Тель-Авив? И когда он был основан, и где вы сейчас стоите? Вы стоите же в Явро, правильно? Да И видите море, видите гостиницы, видите пляжи И эти добрые лица! А-а-а-а! В 1909 году, выдающийся мэр Зизингоф, это неординарная была личность Он собрал людей и сказал, я даю его землю, бесплатно, давайте построим город, построим европейский, западный город. И вот люди вышли и первые построили в этой пустыне, то, что вы видите, это было пустынно. А потом в 2010 году решили, как-то этот квартал назвать, как хотели его назвать. И вот один из лидеров сианистма, Шенкет, сказал, давайте назовем его «Старая новая страна». По роману о Герцле, это основатель сианизма. Но люди решили и сказали, давайте назовем Тель-Авив, потому что он еще в Танахе был, упоминается, как полный истории и полный весны. Но так они приняли решение, в 1950 году он был уже назван Тель-Авив. Вот теперь мы с вами идем, и куда мы идем, вы знаете, что вы драли и говорят так. Мы подошли к вам, это Бульвар Ротшильда, и мы увидели здесь, в 1948 году, 14 мая, объявили независимость и драку. Но это деловой портал. Увидите небоскребы, увидите банк Люмин. А в банке открывают большие вклады. Много денег, да. Много? Очень хорошо охраняется. Очень хорошо охраняется, жалко, очень жалко. И у нас говорят в Израиле, что Иерусалин думает, хайфа работает, а Тель-Авив отдыхает. А Тель-Авив, он не знает, где можно, хорошо. Дискотеки, молодежь. Нет, на дискотеке мы пойдем туда. Вначале я вам покажу. Спасибо, наша старичка, похлопайте, пожалуйста. Где мы еще в вашей лекции про Тель-Авива? Спасибо, спасибо. В общем, вы видите, какие умные люди живут в Тель-Авиве. Но это не только. Сейчас я вам покажу. У нас еще одна большая достопримечательность. Очень полезная. Все-все участвуют. Потому что это, как вы думаете, что это же базар. Какой Тель-Авив без базара? Да еще и какого базара? Сейчас вы увидите, какой базар в Тель-Авиве. Самое главное, детей держите, пожалуйста. А то у нас вот очень хорошо торгуют, очень громко. Вот, пожалуйста, держите. Итак, Тель-Авивский базар. Пожалуйста, купите. Как мило. Петельщики. Это что, у нас только один продавец? Я сейчас не понял. Кто там что продавал? Мы подошли к Рыжу в Казмире. Это настоящий востокий базар. Посмотрите, да? Посмотрите, какой базар! Итак, так вы уже тут определили, посмотрите, как... Спасибо нашим гостям, наши были очень хороши. Вы знаете, что в Тель-Авиве жарко, и некоторые продукты после того, как вечером их просто выбрасывают. Вот, да. Иногда. Но! У нас Тель-Авив же не только базаром славен. У нас же знаете что? У нас самая лучшая дискотека во всем Израиле. Вы любите танцевать, а? Да! Да? Любите? Тогда я вас поведу на самую лучшую дискотеку в Тель-Авиве! А мы с тобой! КОНЕЦ ИЕ, ПЕМ ЕЛ, У留產! ВЗДЫХ АВТОР Играет музыка Играет музыка Играет музыка Бутики, свадебные салоны. Все старенькими, старенькими, доходи прошлого столетия, месяца, 30-го, дошелого года. Здесь тусуются, как мы говорим, богемные молодежь, панки. Некоторые дамы ходят во французских мини-юбочках в высоких, таких, кожаных, в таком форме каблукарских, в таком жару. Так что они хотят поддержки. Вы знаете, почему девушка ходит на каблукар? Она хочет поддержки. Поэтому после этого мы с вами пройдемся, не спеша пройдись, и потом перейдем на улицу Аллыбей. Да, вернусь, чтобы мы могли читать. И улица Аллыбей, это уже улица Пролитаря, а в честь английского федерала. И после этого читать. Итак, собралась вся семья, вся большая семья и молодские, и мы вам прочитаем стишок про Тель-Авив. Слышите русский, английский, октавский, и я перемешусь с французским. Ты, как подросток украсть, и, как старец подверженной грусти, ты смеешься и плачешь порой, умываясь зимой дождя, вечный днём, зарённый весной и рождённый трудом и мечтами. Вот такой он наш дэйл. Это была Сэриньяна Эрландская. АПЛОДИСМЕНТЫ